Добрый вечер. Я надеюсь, что меня слышно. Сегодня у нас последнее занятие в рамках курса, посвященного книге «Хроник», и мы подведем некоторые итоги, наметим определенную перспективу, и я оставлю чуть побольше времени для вопросов на этот раз, поскольку курс подходит к своему завершению, и вы сможете задать вопросы по всему курсу, все, что осталось непонятным или оставило желание отговорить. Итак, во-первых, бросим общий взгляд на все, о чем мы говорили до сих пор. Книга «Хроник» переписывает историю, которая излагается в книгах Шмуэля и Царей. Для чего? Очевидно, из всего того, что мы видели, что делается это с тем, чтобы эту историю представить в несколько ином виде, который соответствует взглядам теологическим, государственным, историческим взглядам автора. При этом мы должны помнить, что книга «Хроник» пишется в персидскую эпоху, отражает реальность эпохи второго храма, когда у евреев до-хосломейский период, до-греческий, тем более, период, нет своей государственности. Это провинция Иудея в рамках Персидской империи. И многие вещи, которые мы видели, должны оцениваться с этих позиций. Это одна сторона. Другая сторона, не менее важная, заключается в том, что в этот период окончательно, можно сказать, складывается то, что мы впоследствии назовем еврейской религией, иудаизмом. Конечно, еще предстоят на пути многие пертурбации и метаморфозы, но в целом, как бы, закладывается некоторая основа. И прежде всего, это связано с тем, что сторона начинает восприниматься как некий кодифицирующий, всеобъемлющий кодифицирующий документ, и все, по сути дела, начинает оцениваться с точки зрения того, соответствует это написанному торе или не соответствует это написанному торе. Это, как бы, некоторые два упора, которые мы должны все время иметь в виду, когда мы оцениваем книгу хроник. Теперь, почему мы пользовались термином «мидраж»? Это спорный, на самом деле, термин, и все зависит от того, как его определять и что вкладывать в это понятие. Но если определять его достаточно широко, а именно как объяснение имеющегося текста, попытка объяснить противоречия в нем обнаруживающиеся, ответить на вопросы, которые он вызывает, а иной раз исправить этот текст в соответствии с тем, как представляется автору правильным, если в такой, в самой общей форме определять понятие «мидраж», то тогда книга хроник является как раз такого рода текстом, потому что она берет за основу более древние исторические тексты, книгу Шмуэля, книгу царей, и толкует их, объясняет их по-новому. Как бы в основе всего лежит извечный еврейский вопрос «Матер-Уш-Хадава», как это истолковать? Теперь, в этой связи возникает, конечно, вопрос, который уже задавался не раз на протяжении нашего курса, который, видимо, беспокоил некоторых из вас, как тогда воспринимать эти тексты, тексты книги хроник, с исторической точки зрения, насколько можно им доверять? Нефальсификация ли это? Конечно, с точки зрения сегодняшнего ученого-историка, многие вещи, которые написаны в книге хроник, не могут восприниматься как вещи абсолютно достоверные. Но с этой точки зрения, и то, что мы читаем в книге Шмуэля, и в книге царей, и в других книгах Танаха, и вообще во многих древних источниках, с трудом может восприниматься современным историком как достоверная информация, если мы занимаемся исключительно поиском фактов. Разумеется, в основе текста, который мы читали, лежат факты. Это нет сомнения. Но эти факты переосмысливаются и обрастают разного рода деталями, которые носят в себе явные следы фольклора, обработки устных традиций. И, по сути дела, автор стремится описать историю не так, как она, может быть, была, происходила на самом деле, а то, как она, с его точки зрения, должна была происходить. И это, в сущности говоря, тоже мидраж. Целью автора книги хроник было не исказить историю, не обмануть своих читателей. Его целью было представить историю эпохи первого храма, в таком виде, в каком он считал, она должна соответствовать божественной истории. Как он ее видел? И это, опять же, мидраж. Точно так же, как нельзя, на мой взгляд, методологически неправильно смешивать веру и знания, веру и науку, если угодно, так же точно, весьма проблематично смешивать между собой историю как дисциплину, историографию как дисциплину, и мидраж. Мидраж, который базируется на истории, но при этом она служит для него некоторой отправной точке. И дальше он дает волю своему воображению. Мы вернемся еще к этой теме, к этим тезисам в конце нашего сегодняшнего занятия, но сейчас я бы хотел показать вам, как, собственно, дальше развивается это по плацгарм, который создается книгой Хроник. По сути дела, книга Хроник, на мой, по крайней мере, взгляд, является первым систематическим мидражем в рейской традиции. Что же, как бы, куда эти ниточки дальше ведут? Я избрал несколько сюжетов, которые вы... Ана, которые мы сейчас понаблюдаем, и увидим некоторую преемственность в традиции мидража. Первый сюжет, это сюжет, связанный с царем Минаше, о котором мы говорили в связи с темой воздаяния. И я напомню вам, что для автора книги Хроник была неприемлема идея, что царь, грешник и нечестивец, из-за которого был разрушен храм, умер спокойно в своей постели. И он создает некоторую трансформацию образа. Минаше раскаивается в своих грехах, попав в плен, и Бог прощает ему грех. Он не является виновником разрушения храма. В частности, нам рассказывается следующее. Вот видите, вторая книга Хроник, выделенные стихи. «И в беде своей он стал умолять Господа Бога своего, и глубоко покорился Богу отцов своих, и молился ему, и Бог внял его, и услышал моление его, и взросил его в Иерусалим, наказка его. И узнал Минаше, что Господь есть Бог, и еще несколько ниже упоминается, что молитва Минаше к Богу записана то ли в записи от царей Израиля, то ли в записи от пророка некого по имени Хвата Я. Что нам здесь не хватает? Или, иными словами, как я пытаюсь поставить вас в позицию автора Мидраша. Здесь, как бы, перед нами некоторый Мидраш книги царей. Но всегда есть чего добавить. И если вы вдумаетесь, то вы увидите, что по крайней мере одна деталь взывает к тому, чтобы ее раскрутить, раскрыть. Что же это за деталь? Может быть, кто-нибудь из вас может быть, кто-нибудь из вас сможет быстро отреагировать? Какой детали не хватает? Или какую деталь можно разбить? Пока нет реакции, но что ж, вот перед вами эта деталь. Молитва Минаше. Что же именно сказал Минаше, когда молился Богу? Я представлю вам два текста. Один текст, это так называемая молитва Минаше, которую мы находим в Септуагинте. Дошла она до нас сначала из некоторых христианских источников, в результате она была присоединена к Септуагинте задним числом. В текстах Септуагинте сегодня она появляется, иногда сразу же после книги Псалмов, иногда после книги Хроника, иногда отдельно в качестве добавки. И вот посмотрите, что мы находим здесь. Господи, Сидержителю, Божий, отцов, наши программы, истата, и окова, и семени, и праведного, сотворившие небо и землю со всем благолепиями, сейчас, секундочку, связавшие море словом повеления твоего, заключивший бездну и запечатавший ее страшным и славным именем твоим, которого все боятся и трепещут от силы твоей, потому что никто не может постоять перед великолепием славы твоей, и нестерпим гнев прещения твоего нагрешника, тут как бы славянизм. Прещение, как вы можете почувствовать, связано со словом запрет, но в славянских языках это еще имеет значение угрозы, это буквальный перевод в греческом, в греческом языке появляется термин, обозначающий угрожающий гнев. Но безмерная и неслезима милость обетования твоего, ибо ты, Господь вышний, влаги и долготерпеливая и многомилость, привлекающийся от злоба человеческих, ты, Господи, по множеству твоих благостей, обещал покаяние и отпущение согрешившим тебе, и множеством щедрот твоих определил покаяние грешникам во спасение, и так ты, Господи, Боже праведный, не положил покаяние праведным Авраму и в какую окову не согрешившим тебе, но положил покаяние мне грешнику, потому что я согрешил паче числа пешка морского, многочисленные беззакония мои, Господи, многочисленные беззакония мои, я не достоин взирать и смотреть на высоту небесную от множества неправды моих, я согмен И нет ни отдохновения, потому что прогневал тебя и сделал перед тобой зло, и не исполнил воли твоей, не сохранил повелений твоих, поставил мерзости и умножен соблазни. И ныне преклоняю колени сердца моего, умоляю тебя о благости. Согрешил я, Господи, согрешил. Беззакония мои я знаю, но прошу, молясь тебе, отпусти меня, Господи, отпусти меня. И не поглуби меня с беззакониями моими, и не осуди меня, преисподни, ибо ты, Бог, Бог, кающийся, и на мне яви всю благость твою, спасший меня недостойного, по великой милости твоей, и буду прославлять тебя во все дни жизни моей, потому что тебя славят все силы небесные, и твоя слава вековыми. Я не буду сейчас даваться в вопрос, который ставится исследователями, создавался ли этот текст изначально, как некоторая попытка реконструировать молитву царя Минаше, или, что может быть более вероятно, это некоторый псалмический текст, один из не вошедших книг псалмов, или созданных после Дамкинги псалмов, более позднюю эпоху, и задним числом приписанной царю Минаше, как это часто происходит и с другими текстами из книг псалмов, но важен сам по себе, что называется, важное стремление найти молитву царя Минаше. Это не единственный случай. Мы видим в традиции конца эпохи второго храма неоднократные попытки вложить в уста библейских героев молитвы, которые до нас не дошли. Мы находим молитвы Авраама, молитвы Давида и некоторых других персонажей. Иногда такого рода тексты появляются уже в самом Танасе. Скажем, мы находим в книге пророка Юны псалом, который становится в рамках этой книги молитвой Юны из Чрева Рыбы. И так далее. Другой текст, не оскольте иначе, представляющий молитву Минаше, мы находим в более позднюю эпоху, в рамкинистическом Мидраше. Это в разных источниках появляется, но в частности, например, как вы видите в Мидраше Рут-Раба, это поздний агодический Мидраж. И там рассказывается история, не просто молитва, а история. И привел Господь на них военачальника царя Ассирийского, и заключили они монашевые стандалы и отновали его оковами и отбили в Вавилон. Монашеву посадили в медный котел, в котором проделаны были отверстия, а под которым разложили огонь. И в такой беде находясь, монашев не отвратился от идола покровства, и не было того идола, к которому он не взывал бы, идол такой-то, приди спасение. Видя, что никто из них не приходит на помощь ему, монашев сказал, помнится мне, отец мой, молясь, вызывал бы волос так, когда ты в детстве будешь, то обратишься к Господу Богу твоему. И вот я на них взываю к нему, услышит он меня хорошо, нет, я буду знать, что божества все одинаковые. Ангелы служения стали запирать все окна небесные, дабы не давать молитве монашевого доступа к Господу. «Владыка миров», — говорили они, — «человек, который дерзнул поставить идол в святующе твоем, возможно ли раскаяние для него?» Отвечал Господь, — «но если я отвергну его раскаяние, я этим поставлю преграду для всех других кающихся». И завершается эта история, и для молитвы монахиный Господь открыл доступ под ножью престола небесного, и услышал Господь моление его, и возвратил его калин на царство его. Тут игра словами, тоже типичная для Медрашана, написано в Медрашеве «Я, Тэр», и Медрашев превращает слово «Я, Тэр», то есть ответил ему на молитву, в «И, Хатэр», от слова «Лахтор», то есть «выкапывать». Поскольку «И, Ай, Мех, Эр» — это гортанные согласные, они в Медрашах иногда заменяют один другой, то отсюда мы понимаем смысл слов «Господь открыл доступ, буквально вырыл под подножье престола небесного». Так или иначе, здесь Минаше представляется отнюдь не таким уж бескорыстным, раскаивающимся грешником, а человеком, который пытается заключить некую сделку. Медраш в общей отношении к Минаше в раввинистической традиции, как правило, крайне отрицательно, и поэтому и здесь мы видим, что он стремится представить Минаше как неполностью раскаившегося, но Бог, тем не менее, предоставляет ему эту возможность получить прощение за грехи, потому что иначе может возникнуть ощущение, что раскаивающиеся грешники не имеют надежды. Итак, мы видим здесь некоторое развертывание сюжета, который в такой зачаточной форме, в форме бутона, в кочке находился в книге Хроник. Книга Хроник Медрашка, книги царей, и вот перед нами Медраши уже в книге Хроник. Другой случай, который я представлю вам, это история, связанная с пророком, или будет называться пророком Захарией. Я напомню вам историю, которую мы обсуждали опять-таки в связи с темой воздаяния, когда царь Йоаш возгордился после смерти его благодетеля, верховного святца, первосвященника Йоя-Яды, и стал служить идолом. И тогда сын Йоя-Яды Захария, его министр, его вельмож, порицает, упрекает, призывает измениться, но в результате кончается это печально, потому что по приказу царя Захарию убивают прямо во дворе дома Господня. И умирая, сказал Захария, да увидит Господь и взыщет. Автор книги Хроник таким образом пытается объяснить, почему царь Йоаш, который представлен в книге царей, как праведный царь, в результате оказывается жертвой нашествия армиев, а потом еще, к тому же, его устраивается за двор, и его убивают. Таким образом, он дает свое объяснение, связанное вот с этим Захариям. Дальше начинается, на самом деле, крайне увлекательная история, которую я вас не смогу посвятить целиком и полностью, для того, что в Танахе есть несколько Захарий, в частности, известный пророк Захария Бен-Идо, именем которого названа книга, которая упоминается в книгах книги Эдзеры. И, как это часто бывает в традиции Медраша, разные фигуры, носящие одно и то же имя, совмещаются в нечто одно. И, в частности, Захария, сын Йояды, из книги Хроник соединяется в сознании с пророком Захарием, он так и начинает называться, и иногда его просто так и называют даже Захария Бен-Идо. Это появляется, в частности, в ирамейских переводах, в Медрашах. Мы сейчас посмотрим только один из этих сюжетов, очень известный, который приводится в частности в тракте Гетин в Бавиланском Талмуде. Я не буду зачитывать весь этот длинный текст, я только напомню вам его, о том, что когда происходило разрушение храма, то Новозарадан, начальник телохранителей царя-нуходный цара, казнил, как сказано, несметное множество народа, кровь казненок потекла и слилась с кровью пророка Захарии, а кровь Захарии кипела и била вверх ключом. Что это? спросил Новозарадан. Ему ответили, кровь от жертвоприношения. Он обнаруживает, что это не так, и тогда грозит евреям, что если они не скажут правду, он берет гребнями мясо с костей. И тогда они ему отвечают, что тебе сказать? Некий пророк был среди нас, порицал нас за грехи нашего стали, мы и убили его. Заметьте, что это уже не царь Юаш, не какой-то частный случай, связанный с царем Юашем и объяснением его печального конца, а это уже весь народ. Мы восстали и убили его, и вот сколько лет прошло, а кровь его не успокаивается. Новозарадан пытается успокоить кровь пророка, но тем, что он льет потоками кровь народа. Это тоже известная идея, начало такой истории, что кровь невинного убитого не может быть ничем искуплена, кроме крови пролившего его кровь. И так, например, объясняется в известном раввине этическом источнице, который мы читаем в Ген-Кипур, смерть десятерых раввинов, мудрецов, казненных римлянами. Здесь то же самое делает Новозарадан, но кровь все равно не успокаивается. И тогда он воспитает, Захария, Захария, лучше без народа погубила я, желаешь ты разве, чтобы я их привил всех до единого? Тогда кровь успокаивается, Новозарадан раскаивается, и фактически тело изгибил. А вот во что превратилась история о Захарии Циньеве, которая сама по себе, повторяю, является своего рода Медрашом, во что она превращается в более позднем, в генетическом источнике, в Салмуде. Захария вырастает до размеров общенациональной фигуры из-за убийства которого возможно даже разрушил храм. На самом деле, я сейчас не включаю в наше рассмотрение, но, повторяю, это целый мотив гибель Захарии, мотив в литературе и эпохи второго храма, который проникает в частности и в раннехристианскую литературу. Так, например, мы находим в евангельских источниках утверждение, что евреи терпят за то, что они убивали своих пророков и праведных народов своего, и что на самом деле теперь взыщется кровь от аделя праведного до Захарии, убитого в притворе кам. То есть это, как бы, повторяю, то, что я вам сейчас продемонстрировал в Захарии, это некоторая верхушка Альберга. На самом деле, это целая большая тела. Но мы переходим сейчас к следующему небольшому сюжету. У нас будет еще два. Сюжет совсем маленький, третий. Это сюжет, связанный с пророком Эрмияму, о котором сказано в книге Хроник, и только в книге Хроник, что он оплатил гибель царяю Шияу в песни скорбной. И поведали все певцы и певицы Шияу в песни своих известных до сего дня, и передали их потомкам, и они узаконились в Израиле, и вот они вписаны в книгу скорбной песни. Итак, повторяю, впервые в книге Хроник утверждается, что Эрмияу оплакиватель. Мы все знаем о том, что еврейская традиция приписывает пророку Эрмияу книгу Иха, или как она называется, «Начиная сектуагинты, плачь и ремень». И там-то впервые и происходит приписывание этого произведения пророку Эрмияу. Ибо там в сектуагинте есть заставка к тексту, которая звучит так. «И случилось, после того, как Израиль был уведен в плен, а Иерусалиму восторшен, сел Ирмияу в слезах и плачем этим по Иерусалиму, говоря». Дальше начинается книга Иха, переводим на грибский язык. Я не хочу утверждать здесь, что традиция, приписывающая книгу Иха пророку Ирмияу, возникла исключительно из-за того, что сказано в книге Хроник. Есть много дополнительных элементов, связывающих книгу пророка Ирмияу и книгу Иха, фигуру Ирмияу и представление о том, что он был тот, кто оплакал разрушение храма. Но я хотел бы просто подчеркнуть, что одним из статализаторов, подтолкнувших, давших пуш некоторой идеи о том, чтобы представить Ирмияу как оплакивателя, мы находим именно в книге Хроник первому утверждение о том, что он оплакал пока не разрушение храма. Об этом автор книги Хроник не сообщает, а гибель последнего из великих царей Ирмия Ирмияу, Ирмияу. Кстати, в самой книге Иха упоминается некоторый один из царей, который называется Руах Акремен Мещен, Ашем, Мещен, Мещен, дыхание нашей и помазание Господень, есть споры среди комментаторов, имеется ли здесь Йош-Иау или последний царь Иудеи Исих-Иау, по линии тех, которые утверждают, что это Йош-Иау, они как бы связывают эти непосредственно утверждения в книге Хроник. И мы переходим к последнему, чуть более подробному и очень интересному сюжету, который выведет нас опять же на целую, еще может быть более широкую, чем связанную с Захарией тему, даже, так сказать, теологический тренд в эпоху Второго Храма. И это сюжет, связанный с фигурой Сатана. Сначала мы представим тексты, а потом дадим мне преобъяснение. Я напомню вам, что в книге Шмуэля, тут только а нет, это правильно, во второй книге Шмуэля нам рассказывается о том, что Давид посчитал народ, и это был грех. Опять же, я не буду сейчас задаваться в вопрос о том, почему еще народ и это грех? Отдельно. А у нас важно другое, что там написано в первом стихе, и опять воспылал гнев Господень на израильтян, и подбивал Давида против них, чтобы приказать, пойди, пересчитай людей израильей и люды. Стик довольно странный, почему, собственно говоря, гнев Господень воспылал на Израиль, и подбивал Давида, чтобы тот пересчитал людей. Все это кончается мором. Некоторые из комментаторов пытаются увидеть здесь своего рода некоторый эфемизм, что на самом деле гнев был на самого Давида в связи с Урией. И это в частности находится определенное подтверждение в том факте, что непосредственно перед историей о пересчете народа дается список героев Давида. И последний из них как раз Урия Хетти, из которого Давид несправедливо убил. И поэтому те, кто считают, что связь между смежными текстами не случайна, пытаются увидеть здесь намек на этот грех Давида. Так или иначе, Бог сам толкает Давида на это преступление в качестве наказания за уже совершенное преступление. Нечто подобное тому, что мы видим, например, с фараона в истории Исхода. Но вот что мы наблюдаем в книге Хроник в параллельном сюжете. И встал по танку от Израиля и подстрекал Давида Ищиха. Очевидно, очевидно, что автор книги Хроник не может принять идею, что сам Бог толкает человека на совершение преступления. Здесь мы фактически оказываемся перед мобильной дилеммой, которая вообще характеризует такую религию, как от него, как пишет пророк «Я Господь, сотворивший свет, создавший свет и сотворивший тьму, делающий мир и творящий зло». «Осе шалом уваревра, а не дунай осе коль эле». «Я Господь, творящий все это». Да, это, конечно, некоторый очень жесткий тезис, в чем-то полимический, который призван сказать, что «все от Бога», нет никакой иной силы. И мы действительно видим, что на протяжении всей эпохи первого храма, это, как бы, и начало эпохи второго храма, это идея, которая, в общем, набирает оборот. Практически мы не видим в этих эпохах эпохи первого храма и начала эпохи второго храма, скажем так, начала послепенной эпохи, попытку представить какую-то другую силу, которая может нести ответственность за слово. Редким исключением является образ Азазела в Торин, который появляется только один раз, в 16-й главе Книги Левит, но это отдельная история. С другой стороны, как раз в послепенную эпоху начинает развиваться и противоположная тенденция, которая стремится привести к полному очищению Бога от ответственности за совершение зла. И тогда появляется поиск фигуры, которая бы это зло взяла на себя. вы пишете ему книги Эзра инофемии не Медраш, Александр. В целом, может быть, и нет, хотя и там есть, я считаю, элементы Медраша, но я, собственно, этого и не утверждал, что все книги эпохи Второго Храма написаны в жанре Медраша. Этого я не говорил. Сейчас мы цитируем из книги Хроник. Вот появляется образ Сатана. Один из таких образов, который, как мы видим, заменяет гнев Господень в истории с исчислением Израиля. Мы видим, что Сатан появляется в некоторых других книгах этой эпохи, как одушевленное существо. Дело в том, что сам термин Сатан мы находим и в Тории, и в книге царей, но там это, как правило, некоторое неодушевленное понятие, обозначающее препятствие, насылаемое самим Богом. Здесь это ангел. В таком качестве он появляется также в третьей главе книги Татарии, то есть после первой книги, а также в книге Иова, которая тоже, как правило, датируется после пленной эпохи. Теперь нас интересует, что происходит дальше. Вот такой мотив появляется, попытка заменить Бога, совершающего или толкающего козлу Сатаном. И куда это нас ведет, я представлю вам другой похожий сюжет, уже не связанный с книгей Ходи. Ни из Ходов, но и Шемот. Рассказывается очень странная история о том, что когда Моше отправился в Египет вместе со своей семьей, то, как тут сказано, видите, выделенные стихи, и случилось дорогой на ночлеге, встретила его Господь и хотел умертвить его. Тогда взяла от сих пора каменный нож и обрезала крайнюю плоть сына своего и положила сногановую и сказала, жених крови по обрезанию. И он отстал от него, тогда сказала она, жених крови по обрезанию. История крайне странная во многих отношениях, очень туманно изложенная и вызывающая вопрос, прежде всего, за что? Почему Бог хочет умертвить? И кого? Во-первых, за что? И встать кого? Самого Лемуше или его сына? Это не очевидно по тексту. И главное, действительно, за что? Это уж совсем непонятно. Теперь мы увидим два разных ответа на этот вопрос, которые представлены в двух разных источников, более поздний, уже поздлюблейский эпох. Один источник, это книга юбилея, созданная во II веке до Новой эры, среди, видимо, близкой киевистой, книга сочеталась кумранской общиной и является тоже, по сути, делами, драшем, книги «Корешит», и сначала книги «Шмот». Смотрите, что пишет этот тату. И в VI год III седмины 49-го юбилея ты, Муше, ушел, это рассказ, вся книга, это рассказ от лица ангела, разговаривающего с Муше. И оставался в ней Египет в VI седмины год, и ты возвратился в Египет во II седмины, во II год 50-й юбилей, и ты знаешь, что он, то есть Господь говорил с тобой у горы Синон, и что высший Настема хотел сделать с тобой на пути, когда ты возвращался в Египет в праздник мужчин. Высший Настема, Настема в книге юбилеев, это то же самое, что Сатан, в котором мы видели в книге хроники, в последствии в роминистической традиции. Даже корень практически тот же самый корень Сатан, как и Сатан, обозначающий ненавидеть и обвинять. Так вот, высший Настема хотел с тобой сделать нечто, убить тебя, когда ты возвращался в Египет, не хотел ли он всеми силами умертвить тебя и спасти египтяна от рук твоих, когда увидел, как ты был постом совершить египтяном из-за мщения. И я спас тебя от руки его и совершил знамение и чудеса, которые ты был постом совершить в Египте пред параонами и всеми лудовыми рабами его и народа. То есть, что мы здесь видим, что не сам Бог хотел умертвить Муше, в данном случае Муше, а Сатан, который выступает на стороне Египта, он хотел помешать Муше прийти и совершить над египтянами суденщины, но ангел спасает Муше от рук этого мастер-мигрии и Муше туда приходит. То есть, мы видим операцию, которая аналогична той, что произвел автор книги иконик книги Шмуэля. Он заменяет Бога мастерой или сатаном. Нечто подобное мы видим и в рабинистическом Медраше, в Авелонском Талмуде в Практате Индарим, с отношениями я вам тут привожу этот текст, сказал раби Иошуа бен Корка, велика заповедь об обрезании, ибо все заслуги Муше, учителя нашего, не помогли ему. Тогда он проявил венность по отношению к обрезанию сына, подсказанное и случилось дорогу на ночлеге, что встретил Бога Господь и захотел умертвить. То есть, иными словами, объяснение, которое здесь дается, отличается от книги Юбилеев. Там Мастема хочет помешать Муше влететь в Египет и исполнить свою миссию, а здесь действительно Бог наказывает Муше за то, что он не обрезал своего сына. Я тут привожу этот текст от прощения, потому что дальше обсуждается, собственно говоря, почему он вдруг поленился и не сделал это. Кто-то говорит, просто поленился, а другой мудрец говорит, не приведи Бог в такое сказать о Муше, просто он находился в дороге и не мог, не имел физической возможности сделать обрезание в пустыне. Для нас важен конец этой истории. Рабан Шамонганг говорил, не Муше учителя нашего хотелось убить сатана, а того ребенка. То есть ответ на вопрос кого именно хотели убить. Убить хотели ребенка. И заметьте сатан. Здесь, правда, сатан выступает как посланник Бога, но, впрочем, как и в целом романистической традиции, сатан, не обладая полной автономностью, посылается, как правило, на те операции, в кавычках, в которых требуется совершить зло. То, что называется в более ранних источниках Аллаха Машхид, ангел губитель. Нечто подобное, это последнее, что я представлю, вам произошло с хорошо известным нам сюжетом, связанным с книгой Берешиты, а именно с Акидой. В Акиде рассказывается история о том, как Бог испытал Абрама и потребовал от него принести жертву своего сына. Известная нам хорошо история. Дальше, следующий виток этой истории это книга Иова, которая, с моей точки зрения, сейчас не время слишком вникать в это, но, с моей точки зрения, повествовательная рамка книги Иова в значительной степени представляет своего рода Медраж в истории Иосификидой, и там уже перед Богом появляется Сатан, который говорит, что Иов, гордость Бога, на самом деле праведен небескорыстно, надо его испытать и проверить, Бог осыпал его благодеянием, и Бог дает возможность Сатану проверить его, то есть лишить этих благодеяний, то и рассказывается в дальнейшем. Теперь смотрите, что получается дальше, на следующем веке эта история, взятая в Иове, переносится в историю Сакидой, потому что более поздним автором мешает по себе идея, что Бог лично инспирировал вот это жестокое испытание апостола Аврааму. И вот мы видим, в той же судьи юбилея рассказывается, что к Богу пришел тот же самый начальный или высший мастер-май и сказал, вот Авраам любит и дрожит твоим сыном и цехатом больше всего, скажи ему, чтобы он во всесожжение на жертвеннике, и ты увидишь, исполнит ли он это повеление, чтобы узнать тебе, верен ли он тебе во всем, чем ты его испытываешь. И Бог знал, что Авраам верен во всех испытаниях, которые он назначает ему и так далее. И когда он говорит ему, возьми и принеси к жертву сына своего и цехата, та же самая история, чуть-чуть иначе, рассказывается в раввинистическом недраше, например, в протатисном Дебрин, и было после этих событий Бога спадал Авраама. После каких событий, спрашивает, сказал Раби Ханан, от имени Раби Иосифа, после слов Сатана, как написано, и вырос ребенок и был отключен от груди, сказал Сатан перед святым благословеном, владыка мира, этому старцу подаровал в возрасте 100 лет плод чрева, и всего пишет, что он откроил, не следовало ли ему принести тебе в жертву хотя бы одну горницу или одного птенчика. Сказал он, он сделал пир ради своего сына, но если я скажу ему принести мне жертву сына твоего, он тут же исполнил. Сразу после этого Бог испытал Авраама. Подытоживая этот сюжет, мы можем сказать, что как бы создается мотив, мидрашистский мотив замены Бога Сатаном, Мастемой, какой-то злой силой, в основе этого мотива лежит стремление, повторяю, как бы избавить Бога от ответственности за совершение зла, а с другой стороны как бы мотив, повторяю, является типично мидрашистским, потому что он базируется на более ранних сюжетах, где в этой роли выступает Бог и заменяет его образом Сатана или Мастемы. Подведем некоторый итог и оставим время для вопросов. Я бы кратко подведя итог сказал бы так. Вся история, которую мы видим, есть в мидраши. Это круги мидраша, круги, расширяющиеся все больше и больше. Как камешек, брошенный в воду, он начинает оставлять после себя круги, как книга-хроник, явившаяся таким камешком, оставляет после себя эти круги и на ней базируются все более новые поколения толкователей, которые, пользуясь этим методом, продолжают исправлять, дополнять, дописывать, изменять. При этом я хотел бы обратить ваше внимание на два разных жанра, существующих в этой связи. есть жанр такого вот мидраша, изменяющегося тексты, и есть нечто иное, нечто иное, типологический жанр, где создаются новые истории, новые истории, которые строятся по древним образцам. Ну, скажем, Иосиф Флавий выстраивает свою историю взаимоотношений с собственным народом и с римскими вождями Беспасианами Титом, как аналогия взаимоотношений пророка Иеремии и Иермияу со своим народом и с милонским царем Наукодоносором и его полководцем Новозраданом. Это некий иной немножко жанр, хотя он тоже основан на той же идее использовать исходный текст Маосея Вот Симан Либани Деяние отцов знак для сыновей. То, что мы видели в рамках нашего курса, это нечто иное, это, повторяю, расширяющиеся круги, в основе лежит один текст, и он перетолковывается, видоизменяется, иной раз в таких случаях бывает трудно узнать исходный текст. В свое время я сказал вам, что история о жене-сестре, которая упоминалась, кажется, в прошлый раз, передается в шести разных версиях, и когда читаешь последние из этих версий, то с трудом вообще можешь восстановить изначальный текст по ним, настолько они отдаляются то, что мы находим в Славе в Иудейской войне. Вы правили, Александр, камешек тогда у Шмуэль. Можно назвать исходным камешком Шмуэль, книгу Шмуэля, или даже еще более ранние источники, но для меня было важно показать, что книга Хроник здесь является своего рода таким вот тушем, толчком, который, или, если угодно, комом, снежным комом, который начинает копиться и обрастать. Вот. Ну, собственно говоря, на этом мы можем завершить. Вот. Я как бы приглашаю вас задать подытоживающие вопросы, после которого я, может быть, просто скажу некоторую, последнюю, поставлю последнюю точку. Вот. Пожалуйста, вопросы, замечания, о том, что вас волнует, слух, по чату. Наверняка что-то же осталось каким-то недо... можно сказать, что точно не мидраж. Что точно не мидраж. Смотрите, боюсь, что это затруднительно, если вы имеете... как бы, смотрите, определить, что такое точно не мидраж. Этот текст, который обладает полной самостоятельностью и не строится как толкование предыдущего текста. Есть ли такие тексты в Танасе? Ну, скажем так, первые тексты такие, да? хотя и они в чем-то являются некоторой реакцией на существующие, скажем, языческие традиции. Но можно сказать, что есть тексты, которые по преимуществу, у нас мидражевский характер, по рецелингу, а есть, которые в малой степени. Сохраняется ли при таком творческой идее, что Бог открывается в истории? Разумеется, она сохраняется, эта идея. Более того, она всячески подчеркивается, потому что в основе всего этого желания толковать это выявить Бога. Иначе бы это, может быть, и так и не действовало. как бы в основе всего лежит идея о неисчерпаемости этих текстов. Их можно понять так, а можно понять иначе. И это именно, это так именно потому, что в основе всего лежит божественное откровение. Поэтому как бы они и переосмысливаются, и перетолковываются, они неисчерпаемы. Кстати, не только в исторических текстах мы находим Медраж, мы находим и в биологических текстах, и в разных жанрах. Но, разумеется, Бог открывается в истории вне всякого сомнения. Что касается Натурата, не Медраж, разумеется, Медраж, не вся. Например, что такое книга Деварин? Книга Деварин, последняя книга Торы, по большому счету есть, так она представлена, Муше рассказывает то, что было, и объясняет то, что было. Как только мы опираемся на предыдущий текст, мы, по сути дела, начинаем толковать. По сути дела, мы сразу начинаем толковать. и на самом первом занятии он представлен несколько сюжетов из книги Деварин, которые носят такой характер. Спустя 40 лет, хотя бы, пишет Александр, ну, хорошо, спустя 40 лет, то есть, как бы, вас успокаивает то, что Медраж начинается через 40 лет после исхода из Египта. Возможно, хотя, возможно, в устной форме он начался гораздо раньше, по крайней мере, я думаю, что большинство мудрецов наших с вами бы не согласилось, сказав, что Муше получил на Синае и письменную и устную тору, а устная тора это прежде всего Медраж. Сплошное разочарование, все Медраж, мы сожгли всех священных коров. Я не сжигал ни одной священной коровы, подчеркну, ни одной священной коровы не сжигал. И я, как бы, утрируя, может быть, сказал все Медраж, не все Медраж, но в основе мироощущения еврейской традиции лежит действительно стремление толковать тексты. Никто этого никогда не скрывал и никто не видел в этом сжигание священных коров. Значит, теперь Медраж, я хочу еще раз, это, видимо, очень важно подчеркнуть. Вы понимаете, проблема нас сегодняшнего восприятия в том, что мы являемся наследниками эпохи просвещения и мы все стремимся воспринимать эмпирическое. Вот это факт, а это не факт. Все, что факт, мы готовы принять, все, что не факт, это не заслуживает серьезного распространения. Так вот, нет, не так это было. Не так это было изначально. Мишление было не эмпирическим, а мифологическим. Мифологическим не в смысле того, что это выдумка, а в смысле восприятия мира, которое базировалось не только на том, можно ли это практически эмпирическим доказать или нет. Поэтому Медраж это не выдумка, это, повторяю, мировосприятие. Смотрите, как бы еврейский народ называется народом книги. Что это буквально значит? Это значит, что мир воспринимается через книгу. Хорошо это или плохо, я сейчас не обсуждаю, но действительно все привязано к книге. И поэтому Медраж как таковой лежит на основе мировосприятия. Так что я не вижу здесь никакого сжигания священных короб. Медраж пророка или не пророка имеет праздник? Имеет, надо полагать, имеет, надо полагать, хотя в мудическую эпоху преимущественное право на Медраж было у пророков отнято. Было сформулировано пророчество забрано у пророков грязно мудрецам Хахам Адив Менави. Мудрец предпочтительнее пророка. Есть известная история о споре между мудрецами, которая приводится в Талмуде, где один из мудрецов, Раби Ильезер, Оркенос, пытается доказать свою точку зрения со ссылкой на небесные авторитеты. Но это не принимается, и говорится ему его оппонент, Раби Иошуа, Лоба Шамаймги. С тех пор, как Тора была передана нам, она больше не в небесах, и мы здесь, находясь здесь, имеем право устанавливать закон, исходя из толкования текста. И какой бы последовал ответ, победили меня, сыновья мои. Ответ свыше. Батколь. Это принимается. Мы видели, что в книге Троник есть некое подчеркнутое стремление представить Медраж как Медраж пророчества. Почему? Потому что тогда это придает некий особый авторитет. Это Медраж и священный источник. Это верно. Но более позднее покорение Матрисов это смещало в гораздо меньшей степени, а кроме того, что уже отдельная тема шоу-спорт с христианами. Но есть и другой поспорский историй в Брешит. Из 170 лет жизни Абрама в той описанной лишь несколько лет, в этой негативных искажений. Я, честно говоря, не понял, Александр, этот вопрос. Что значит другой подход к истории в Брешит и причем тут то обстоятельство, что нет негативных искажений в описании жизни Абрама. Искажений с какой точки зрения и почему несколько лет? Уточните свой вопрос, я не очень его понял. Вопрос получается, что просвещение своего импедизма было бунтом против еврейского подхода народа к книге? Нет, я бы так не сказал. Это все-таки просвещение носило гораздо более всеобъемлющий характер. Но просвещение в значительной степени положило конец как бы вот этому мифологическому восприятию мира. Оно не то, чтобы до этого момента оно существовало всеобъемлющее, как бы уже в эпоху Возрождения, в эпоху Венецианса оно получало определенные пробоины. Но эпоха просвещения она как бы это подписывает некоторую, прочерчивает некоторую черту. Если почитать Спинозу, то можно увидеть это воочию. Главная его претензия это вот претензия к мифологичности. Есть только свет разума, ничего больше, и все оценивать с точки зрения света разума, и это был его бунт, действительно, если говорить о просвещении как бунтом против еврейского послания, то это был бунт Спинозы против традиции. Но Спиноза был не один, в конце концов, даже если он лежит в пройдух истоков эпохи просвещения, то она носила по крайней мере все европейские характеристи. Александр пишет, имел в виду, что Берешит это ведь не Мидраш, это выбор нужных эпизодов для истолкования. Любопытное определение выбора нужных эпизодов для истолкования. Как только вы вводите термин истолкование, вы уже вводите себя в сферу Мидраша. И что касается книги Берешит, то с моей точки зрения там есть несомненные элементы Мидраша. Я опять же например могу вас адресовать к истории с женой-сестрой, которая повторяется там трижды зачем. Это любопытный момент. Три раза и по-разному. Вот на мой взгляд там есть элементы Мидраша. И повторяю, Мидраш это неразгидение. И поэтому как бы его зачатки можно найти в самых первых еврейских текстах. Вот другое дело, что более систематический характер приобретает более позднюю эпоху и по преимуществу в эпоху второго храма. Когда уже создается восприятие о существовании экономических текстов, которые нужно объяснять. И это, кстати говоря, описано в книге Несеми. Еще вопросы, пожалуйста. пожелания. Если больше вопросов нет, то я вам спасибо вам. Вот, я вижу, все-таки пришел еще один вопрос. Мировидение человечества, оно может быть и Бог объясняет некоторые моменты. И Бог объясняет некоторые моменты. Я, смотрите, вы меня толкаете к тому, чтобы закончить занятие тем, чем я хотел закончить, но прежде всего я предлагаю вам читать эти тексты, читать, осмыслять, если хотите создавать свои Мидраши. В наше время Мидраши тоже создаются. Для меня классическим образцом такого Мидраша является произведение как раз не еврейское, но тем не менее написанное очень еврейское в значительной степени. роман великого немецкого писателя Томаса Мана Иосифа и его братья. Так вот, заканчивается этот роман словами. И здесь заканчивается написанная Богом прекрасная история об Иосифе и его братьях. Написанная Богом. Мировидение человеческое, но и Бог объясняет не некоторые моменты, а в основе всего этого мировидения лежит уверенность в том, что дуновение, вдохновение, если пользоваться словами Марины Цветаевой, идет от Бога. Это не просто такие вот чисто человеческие размышления. Это вдохновение, которое стремление толковать, вложенное от Бога, и многие решения приходят от него. Да, кстати, там было сказано не написанное даже, а придуманное Богом. Так там было сказано у Иосифа Манна, у Тома Самана, в отношении. Так что Медраж продолжается. Это увлекательнейшая тема. Как бы в сущности говоря, я бы сказал так, это некоторая визитная карточка еврейской традиции. и тот, кто хочет действительно, на мой взгляд, прочувствовать традицию еврейскую изнутри, он как бы не имеет другой возможности, кроме как нырнуть всей головой вот этот самый мир Медража. Ну вот, собственно говоря, я завершаю. Тогда следующий курс это вопрос к Натану. Как я понял, мой следующий курс будет Божьей помощи осенью. Я вижу, приходят вопросы на эту тему, я думаю, что ты сможешь дать людям необходимую информацию. Да, то, что на сегодняшний момент известно, это вот, что, во-первых, я постараюсь в ближайшее время до начала следующего семестра, который начнется с Божьей помощью 30 марта, вот, и продлится, насколько я помню, до начала июля. Так вот, до 30 марта я постараюсь закончить со всеми курсами, включая этот, все записи видео и аудио выставить, это раз. Во-вторых, то, что касается следующего курса Давида Попелевича, в следующем семестре, который начнется 30 марта, то есть вот весенне-летнего его не будет, а будет много всего другого, а в осеннем семестре очень может быть, что это будет снова. Ну, вот, соответственно, как бы все, всем большое спасибо, Давиду огромное спасибо, было дико интересно, сообщение о расписании и о том, какие будут курсы на следующем семестре, думаю, это будет в самое ближайшее время, буквально в следующей неделе будет готов объявление, флайер, и мы его разошвем вам. Ну, вот, практически все с моим словом. Спасибо большое всем слушателям, я получил большое удовольствие от общения с вами. До будущих встреч. До свидания, всего хорошего. До свидания.